привет истинные друзья это истинный следователь давайте поговорим про украину потому что многие и в россии в украине люди плохо понимают ситуацию я не говорю что я там идеально как-то ее понимаю но главное убрать вот этот момент например что здесь и там говорят ты должен все за государство умирать на самом деле в россии не существует государство потому что ее банда захватила то есть если ты куда-то пойдешь или работать умирать то ты просто умрешь вот за этим богачей которым фактически деньги то особо не нужны потому что уже там миллиарды долларов просто некуда тратить и в украине в на украине можно говорить сразу так на ютюбе смотрел то же самое как я понял это не из пропагандистских сайтов можно посмотреть жизнь людей я сужу с позиции простых людей которые просто работают их используют крутят ими чиновники сейчас я говорю про украину но бы в основном про украина говорить они считают причиной всех бед в россии только в россии россии тоже самое бандитская система где больше меньше я даже точно не знаю может можно сказать что одинаково и то есть именно конфликта вот какого между трудящимися гражданами но я не вижу как бы конфликта я слушал что говорят украинцы вот путин солдат посылает срочников и контрольников днр днр лнр и там умирает люди что-то как я прочитал около 50 тысяч человек умерло плохо конечно что эти люди умерли но здесь отказываются какие люди например россия тоже читал про них они отказываются контрактники отказываются которые например едут но это предатели родины получается не вот этого государства лживого а именно настоящая родина это вот каких-то добрых людей земли я справедливость борюсь давно уже примерно так года 2005 но раньше интернета особо не был развит когда он более активно стал развиваться я более активно тоже стал информацию получать информацию я еще вот такую прогрессивную поэтому я бы не отнес себя вот к рабу какому-то да может быть возможно единственный выход вообще только убежать потому что последнее время я пришел к выводу что тут помимо вот этого бандитского государства еще враг ужасно сильные огромные это люди сколько их как я понимаю 50 до 90 процентов людей бытаушников которые там 7 или с чем-то еще либо активно либо пассивно поддерживают то есть получается они мои враги они не хотят прогресса даже если там либо некоторые там пока грабят сидят потом ныть начинают либо некоторых все время зажимают они тоже даже немножко усилия не прикладывают вот такие вот вражины ну я делаю чего могу поэтому ну и стараюсь активизировать последние там года мне кажется побольше информации стал получать и людям тоже распространять без бессмысленные ругань и поэтому должны прогрессивные люди должны были бы но как я смотрю это невозможно объединиться россии украины просто простые рабочие граждане и например если здесь зажимают украине им прибежище давать там деньги выделять но ничего такого нету здесь бы например принимали бы тоже например с украины кого там сжимают там явно тоже осталась куча бандитов и которые законы государства представляют но этих в россии как бы говорят что сразу в тюрьму сажают всех в украине тоже не нужны какие-то патриоты потому что получается если патриот не именно строя бандитского патриот граждан простых получается он такой универсальный и он не нужен ни тут ни там по сути и под разными предлогами его будут просто уничтожать я так понял ситуацию российскую конституцию я читал делал несколько обзоров прочитал до половины дальше читать не стал потому что там особые права даются президенту не ограничены считайте власть царем назначается это просто сумасшествие как ее принимали и не очень понимаю наверно просто люди обманули есть да там принципы нормальные свободу слова демонстрации свободные которые сейчас нарушаются но даже под этим основным принципам и российская и украинская вот я нашел конституцию украины они похожи очень похожи но мне так показалось что это просто посмотрите главы общее положение там все написано хорошо правильно что права человека высшая ценность ну а как это конкретно конкретно то есть богачи например в той же украине живут в отдельных домах с охраной есть люди сколько там 3000 4000 гривен получает и эти меры особо не пересекаются параллельные ну вот написано вот эта книжка как-то должно было это практически в жизнь воплощаться не то чтобы исчезли бедные отняли все богатых просто чтобы мог ты равноправно как-то судиться с каким-то богачом чтобы он не выкинул с кого-то кусочка земли но элементарно как делается прогрессивных странах права свободы и обязанности человека и гражданина это же так в российском он также написано но опять же как бы больше заверения вот все о тебе позаботиться но за позаботились там нищенскую зарплату и пенсию выдали позаботились которые не хватит даже на простенькую операцию смысл этих фраз конкретно ничего не дающих выборы референдум выборы конечно они бывают и честные но честные выборы все равно создают код посредника если вредные поддельные выборы они просто пихают какого-то человека и ты у них троллируешь а хорошие выборы ты пихаешь человека или ну ты же где-то его с рекламы с какой-то все равно возьмешь даже если он не из банды просто это будет посредник то есть поводу получается просто посредник какой-то не особо нужный причем в том операции то вместе где не нужен ты сам можешь делать что что ты не можешь делать если тебе если ты кого-то хочешь как-то разобраться с каким-то договором например но вот есть сотовая связь сейчас несколько компаний но они все на одном оборудовании huawei висят примерно у них одна и та же цена хорошо что да это не одна фирма ты перепрыгиваешь с одной в другую но они по сути без сговора этого фактически вот одинаковые получается до 1 это же сквозь интернета и в чем тогда выбор получается выбора особо нет выбор бы был бы например если бы они ну с разных например стран были то есть именно вот так владельцы там коренным образом отличались а то просто в основном пара каких-то фильм владельцев международных которым фактически все безразлично что-то развивать взаимодействовать людьми ну то же самое как я пример привел вот то же самое с депутатами как сотовой связи я пробовал здесь и с депутатом каким-то писать взаимодействовать один даже мужик просто мне говорил что я хочу стать депутатом побольше из муниципального районного но что это за схема и сама такая схема корявая приводящая к развалу президент украины он не нужен то есть либо нужен но с такими же правами как обычный человек что какая в этом проблема просто создал что-то случилось с ним нашли другого нормальная вполне рабочая идея зачем какой-то огромный начальник чтобы что он делал представлял меня я сам себя могу представить но кто не может тот и не может того и президент не приставит так прокуратура кабинет министров ну начальники исполнительной власти не исполнители они начинают командовать наседать на людей думаю тут и там тоже самое прокуратура ну как бы это орган как я понимаю контролирует полицию милицию на самом деле схема порочная потому что есть полиция она плохая и бежит жаловаться прокуратуру она тоже плохая и все дальше тебе жаловаться некуда конституционный суд то есть это одна как бы по сути одна организация и не может она из своих рядов кого-то выкидывать потому что придется тогда всех выкинуть невыгодно им это чем можно заменить я тоже естественно думал не такая не вертикальная система ну чтобы люди как-то вот то что зарплаты они получают или как-то зависели чтобы люди от них зависело что-то вот именно конкретно они могли вот как например тебе дают полис дмс и у тебя несколько мест не омс обязательно медицинское страхование ты приходишь поликлиника все непоганые там очереди но здесь например ты можешь поликлинику сходить другую так она такая же почти что похожие там тоже очередь чтобы но дмс и как бы ты именно менялась сама обстановка меньше людей и меньше очередь врача выбрать врача как-то повлиять если он что-то там неправильно сделал если что ты его не мог оболгать чтобы там оценки были лежали объективные с разных людей в общем можно сделать правосудие как она осуществляется правосудие если на пир даже есть суд хороший опять же суд как прокуратура это часть государства какой независимый дофига он зависимый здесь в россии украине даже многим людям не дайте и люди не знают нет денег на адвоката бесплатный фиговый как его осуществлять конкретно написано там я уверен зайдешь написано да тебя под зажали приходи тебе все вернут но на самом деле не так устройство буду крым же там нету крым отдельной страной просто можно сделать других особо вариантов не вижу потому что россия и украина бандитские страны возможно и крым тоже да там же вот сидел как сенов бандюга но он так и остался и возможно и на 5 останется если даже отдельной стороной сделать но хоть как-то это пришит наверно этот вот спор если люди могут парфории проводить референдум отсоединение присоединение и и на что его присоединение и вот и его цене не могут проводить территорий ничего такого в этом страшного я не вижу если на может быть плохо конечно люди соберутся и решат какой-то к стране или ухудшит как-то жизнь смотреть просто по параметрам что получается местность управления обычно пролезают как в председателе домов россии называется тсж жиска были но они так еще и остались до сих пор пролезает никчемный человечка обычно какой-то вор это гнида ну почти что сто процентов и у так со всем самоуправлением какие-то никчемные людишки которые хотят урвать как налаживать можно это наладить местность управления опять же как схема там с прокуратурой просто чтобы была взаимосвязь они чтобы просто ты ходил какому-то чиновнику все время какой-то чиновник начальник ты должен ходить чего-то у него просить суд конституционный ну наверно как российский то же самое говорит да все нормально права твои не нарушены внесение изменений как я понял на референдум но конституцию до нужны основные принципы справедливости записать они должны именно как конкретно работает доступно всем людям даже нищим должны быть доступны не просто в надписи а именно прям это вот должно обеспечиваться чего нет на самом деле а изменения должен нужно в прогрессивных стран брать например там с франции ну вот развитые страны хорошие хорошие с них брать и дописывать туда и чтобы сразу работала учительное положение переходное положение и вот здесь описано история пусть 90-го года договор 95 принятие конституции украины 96 ну вот как бы здесь взяли растащили ресурсы как россии как я понял с приватизацией лживой хотя вот конституции я вот начала прочитал дальше читать не стал что ресурсы все землю принадлежит народу какому народу все там сидят и знаю что вот этот кусок там этот миллиардер этот конституция не работает что народ бедновато живет последняя революция которую как оранжевая или цветная на майдане это не революция переворот потому что просто одни начальники на других сменились они еще богаче стали бедные беднее ну в чем тут революция конечно не надо сидеть и там умирать попробовали например не получилось но какие-то выводы хотя бы надо сделать молодцы все герои что попробовали но за что умерли вот это вот небесная сотня там ребята молодые получается они умерли за то чтобы новые депутаты побогаче стали ну конечно осталось еще куда надежду оставшихся людей вселили но конкретно сейчас это простым людям трудовым рабочим не дает и многие украинцы уезжают сидели ютюбе стримах которые говорят я за украину все и сидит в сша там сша еще второй мужик тоже дальнобойщик сидит то есть получается они не верят преобразование которые на ближайшее время возможно перевороты ну давайте почитаем про них сколько тысяч четвертом после оранжевой революции парламентская президентская республик парламенту больше полномочий не приводили в общем не получилось понятно тысячи одиннадцатом опять вернули старую конституцию а значит немножко улучшили все-таки до 2004 улучшили парламенту больше прав дали депутатам пузатым пришел бандит янукович рост коррупции и недовольство было среди элит и олигархов то есть они стали отнимать добро у богачей и богачи народ подписали осенью тысячи тринадцатого после договора отказа договора с ес провокации в киеве зимой 2014 столкновение в крупных центрах украины гибель людей также вооруженный переворот кстати кстати этот сайт это не специально смотрел чтобы не российский сайт это сайт мегет . киев . и значок он не показывает хостинга украины сейчас покажу наверху вот видите то специально не хотел не обгадить не рассорить людей какую-то критику нашел на украинском сайте то есть вполне можно доверять ничего мне подтасовывать не нужно и как следствие свержения бегства президента незаконных приход к власти политических сил которых среди очередной незаконные изменения конституции возврат 2004 году да не очень в общем после сомнительной легитимности выборов туда там просто народ недовольный вылез а к нему тарапыги мальчики прибежали ну и народ поверил я как-то так понял ситуацию про западный политик олигарх порошенко который подписал невыгодное и опасное для украины сокращение съесть и предложил свой проект очередных изменений конституцию страну но только чё сразу его не прогнали и там в министры аваков я заметил очень серьезный бандит по он до сих пор его не прогнали изменение в конституцию анализ порошенко что в случае приняния произойдет президент станет ультра царем то это плохо ну так как бы любой президента старается сделать поэтому я и сказал сразу президент должен быть равен обычному человеку любому человеку не нужно никаких особых прав проекте отсутствует как демонтиризация децентрализация дадим децентрализация обязательно нужно ты там и способ решения текущих и будущих проблем есть такие способы да они работают хорошо но депутаты и президент украины против народа действует только возврат государства суверенитете принять после референдума такая конституция свет и процветание ну пусть проводят референдум почему почему он не проводится свобода все-таки побольше народ вылазить на демонстрация референдум тут-то не дают а тоже хотели люди говорят русские говно нет посмотрите на рой тв русские зов зов какой-то там еще просто референдум хотели сделать они завели дело даже не знаю почему подцепиться как незаконное свержение власти хотя в конституции написано референдум ну в общем есть люди борются многие уже пострадали и умерли тоже каждый сам решает убегать бороться по мне так бороться насколько считаешь нужно рассказывать знакомым просвещать людей мне кажется информация сильно помогает потому что в основном люди часто я сталкиваюсь не то чтобы всего не знают все я не знаю просто элементарного что то вот там вот это элементарно про вещь государствами вот это это государство там как бы надо его защищать умирать государства не надо умирать защищать государство можно умирать и защищать государство если она что для тебя делает кроме пропаганды как пропаганда путинская вот это естественно телек не смотрю в интернет тоже ютюбе не смотрю потому что это зло пропагандирует один хлам убийство но то есть это ну просто сам вот я сам не смотрю смысл мне и запрещать просто посмотрел меня хотят ограбить убить вот уже ограбили убить вполне могут и как бы я понял да вот эта пропаганда украина те же самые каналы кому не подконтрольным богатым людям самая пропаганда может быть немножко свободы слова побольше но как бы одну пропаганду на другую не меняют если канал телевизионный или в интернет то просто должны быть такие местные где люди вот сами решают где газончик дорожку сделать а такие какие-то крупные вопросы они не богачами решаются какими-то референдумами либо вообще не права у человека нельзя например отобрать а то вот начинают законы сейчас принимать на время футбольного этого чемпионата дебильного можно людей бить и расстреливать ну что это и вроде тоже закон приняли его соблюдать законы конституции написано что это же закон а вот это все и законно такая схема до конца не разобрался но если часто вот говорят закон то закон то кто-то в своих интересах написал то есть это просто какая-то мысль человека он явно туда будет вкладывать не то что какой-то ошибочный смысл тебя обманывать и ну такая натура что не не у всех людей что просто даже если особо ничего не надо просто рабом сделать какого-то человека или обмануть или задурить его поэтому тут с этим просто как-то кардинально бороться чтобы ну не мог он подобраться чтобы в государстве например в помощи денег людей серии на кидают ну чтобы у человека выбор был сама валюты они вот там рублями кидают ты другую поиспользовал валюту или сейчас вот это блокчейн валюты лайткоин bitcoin какие-нибудь так что можно придумать вполне а еще хотел сказать важный момент я посмотрел есть каналы на ютюбе там с большим количеством подписчиков 500 тысяч миллион украинский и то есть там уже люди ну нормально получают там можете посмотреть на есть сайт сошел блэй то есть где-то 100 тысяч рублей но и в переводы в доллар и в гривны но они при этом все равно своим братьям ну кто их зырит основном же зырит этой же страны здесь россия чувак что-то показывает вот его про украинских вот 2 я там видел creosan можете посмотреть и 2 сергей трейсер нормальные ребята все ролики нормально снимают но они показывают рекламу мошенников это казино какие-то коробочки открывать на то что я заметил они могли они должны были не брать эту рекламу то есть ты же не единственная реклама он как бы не умирал а он берет рекламу эти все казино сайты они ну как я понимаю 99 процентов забирают один процент отдают и они своим друзьям вот это показывает братьям там по стране по что это такое по идее я вот сидел у меня зрителей нет особо но я бы мог порекламировать какие-нибудь компьютерные штуки а я просто врубил бы лигу ставок ну как я понимаю это вот кидалово такое посмотрите лига ставок казино запретили а тут кругом ларечки стоят все это в законе лига ставок я бы людям сказал давайте в лигу ставок просрите все все деньги квартиру органы вот как-то это уже слишком хоть я и говорю что 50 там 90 процентов таких ватных людей и но я хочу их посвящать а если уж вражины совсем есть вражины там идейные ну да тех и уничтожать нужно и пирамид можно рекламировать такая ситуация заметил я тоже зачем они это делают ну ради денег понятно но думаю ради ради денег тоже не стоит кидать всех подряд и так же они прям что с голоду умирают ну вот в общем то все что вспомнил рассказал потому что это без конца продолжается заходишь как стрим выскакивает украинец или без разницы тоже тоже самое мужик залезал говорит вот деды сражались значит территории не надо отдавать где ты сражались чтобы люди хорошо жили здесь и там они какой-то кусок земли если дети будут на куске жить лучше у территорию там какой-то с японии сотрудничество устроить тоже хорошо поэтому там я говорил этому может быть ватный и российские ватный человек с украины поэтому основной принцип у меня вот такой это именно у тех государства которые на верхней строчке сейчас покажу вот по коррупции там же люди лучше живут и менее зависимы от строя вот государства вот они ведь тел я комментируйте их немножко так давайте тогда еще говорил минут пять про это северная корея но это слева место справа цифра с малии до последнее место круто мне кстати валюта не обесценивается по-моему как я прочитал что сирия диктатор так где диктатор там просто конец венесуэла в три раза больше нефти чем в россии то есть ультра богатая страна диктатор я понимаю и грабят другие страны азбекистан ужасно они же приезжают сюда в россию и привозят вот это вот преступность и баба туркменистан таджикистан почти что все то же самое бангладеш куча народа бедного до киргизстан там получше думаю не особо украина россия 131 место ну а украина кстати пониже все-таки немножко сделали значит вот преступников побольше но бандюганов как бы так сказать больше тяги к бандитизму я и был такое подозрение казахстан она с 29 28 все без разницы на что интересно и тут есть эквадор 31 расстроил эквадор я думал получше армении она до альминия тоже не очень египет и получилось у него подняться так марокко получше монголия и лучше россии молодцы там заводы какие-то строят современные китай 40 очень мало беларусь ну там диктатор там ужасно все турции там диктатор там ужасно все греция либо получше жизнь организовать далее слабовато для европейской страны развитой куба чуть я сомневаюсь там диктатура же какая-то так все хорошо южная корея 53 по моему это очень мало лет страны кипр тоже сомневаюсь что там хорошо там через кипр деньги отмывают тайвань португалия польша израиль шестьдесят два шестьдесят четыре но это хорошие страны уже пошли бутан чили молодцы франция молодцы эстония уругвай не знал что молодцы япония ирландия сша неплохо австрия гонконг деньги исландия австралия великобритания люксембург маленькая страна германия канада нидерланды сингапур норвегия швейцария известная швеция финляндия новая зеландия дания продания тоже слыхал у них самая большая пенсия 2000 или 4000 евро забыл вот такой вот список я думаю он вполне объективный сами посмотрите почитайте то есть люди как я смотрю где там во первых местах просто там не особо нужно богатство земли просто захотели собрались люди захотели какой-то настрой общий возник а в убийстве разграбление россии украины я считаю участвуют международные преступные группировки до входят ну вот разные страны как я понимаю те же самые цивилизованные страны многие они просто используют как рабов эти обе страны но если что даже их спросить они скажут да не на нормально все но тушь франция германия скажет да не чё там мы просто совместные проекты у нас так что вот на этот момент надо обратить внимание многие не знаю что существует помимо того что здесь например россия бандитская группировка себя называют государством ватное барахло от 50 до 90 процентов и сильно давит еще вот эти международные чуваки которые говорят да да мы за добро но на самом деле практически ничего не делают и с радостью принимают поворотные деньги и людей такая серьезная проблема тоже ее надо решать ну в общем то теперь сказал достаточно кажется почти что все обсудили спасибо друзья слава прогрессу